Масленица пришла. Пришла еще в понедельник. У нас в гостях тоже масленица. Это Татьяна Палпутникова, сотрудника здравительного центра «Дельфин». И вчера Татьяна на улицах города Видного раздавала блины. Было мероприятие. Расскажите о нем. Да, у нас вчера состоялось мероприятие по поводу масленицы. Накануне мы испекли очень много блинов. Очень много. Это сколько? Вы знаете, около 2000 блинов. Сколько времени нужно, чтобы испечь такое количество, сколько человек нужно? Вы знаете, с настроением, с позитивом пекли все сотрудники центра. Основные продукты для блинов – это молоко, это мука, это яйца, соль, сахар и отличное настроение. В общем, рецепты любой хозяйки. Но какой-то секрет всегда есть у всех. Вот вчерашний ваш секрет. Можете им поделиться? Вы знаете, плохая примета не радоваться масленице. Считалось, что если в этот день кто-то не веселится, не радуется, тот весь год будет терпеть поражение, неудачи. И поэтому, видимо, главный секрет – это настроение. Хорошее настроение. Это хорошее настроение. Ну и хорошее настроение продолжается всю эту неделю. До воскресенья обязательно расскажем еще о каких-то мероприятиях. Я напомню, у нас в студии была Татьяна Палпутникова, сотрудника здравительного центра «Дельфин». И просто хорошая хозяйка. А я предлагаю посмотреть, что на этой неделе в меню кафе и ресторанов. Как правило, в так называемую «сырную седмицу» составляют специальный рацион. Первые исторические упоминания о блинах датированы 8 веком. Праздничный жертвенный хлеб, рецепт которого в семье передавался из поколения в поколение. И каждая хозяйка тщательно скрывала свою тайну закваски блинного теста. Сегодня особых рецептурных тайн не существует. Яйцо, мука, масло, молоко, вода, дрожжи. Но и с этими ингредиентами десятки рецептов. У нас и дрожжевые есть блины, и бездрожжевые, с начинками, с фруктовыми начинками, с мясом есть, с клубникой, вишней, с топпингами специальными подготовленными. Также мы можем предложить блинчики с мороженым. То есть в лодочке специальной с шоколадным топпингом очень вкусно получается. Рестораны, кафе, масленичное меню составляют с удовольствием. И все стараются удивить, выискивая старые рецепты, придумывая новые составы. У нас есть очень вкусные блины, которые самые необычные, с луковым припеком. Лук обжаривается и добавляется прям в блинное тесто. И обжаривается вместе вот прям внутри теста. Очень вкусно, необычно и особенно аромат. Есть даже такие, которые выпекают старинное русское блюдо в настоящей русской печи. У такой плиты работают только специалисты. Печник-повар Максим Круглов знает, как растопить печь, как правильно ворошить угли, какими должны быть дрова. На вопрос, как удивить рецептам, советует разукрасить тесто. Если кто-то хочет сделать блины особые, можно добавить какого-нибудь, ну не краски, какао. Можно как-нибудь шоколадное сделать. Какий-нибудь сиропчик добавить, с сиропом сделать. Попробуем испечь блинчик. Так, проверяем сковородочку. Нагрев капельку водичкой. Если шипит, выпаривается, то можно уже начинать готовить. Растираем. И будем пробовать. Максим четко видит различия между блином и блинчиком. Блин – толстый блинчик, тонкий, кружевной. Далеко в печи лучше получаются именно блины. Если хороший угли, то блин можно и не переворачивать. Он отлично припечется сверху. Конечно, для русской печи подойдут только чугунные сковороды. Истинные ценители утверждают, что только на такой посуде можно получить особый старинный вкус.